Много раз меня спрашивали, что вы думаете о биометрии, о сборе биометрических данных, о документах, основанных на биометрических данных. Их интересовало не моё мнение о конкретной технологии, а о том, что является ли она печатью Антихриста или подготовкой к пришествию Антихриста, является ли это смертным грехом для христианина, тем, что лишает его звания христианина и так далее. Вот эти идеи просили меня прокомментировать. Я уже ранее высказывался о штрих-кодах и об ИННН, и о паспортах. В описании под видео я размещу ссылки на эти мои ответы, если кто-то их не видел. Но вот тема с биометрическими паспортами и в целом с биометрическими технологиями мною ранее не рассматривалась. Поэтому я решил рассмотреть, ну, а вдруг здесь действительно что-то есть. Для начала я хотел понять позицию тех, кто говорит, что да, вот это печать Антихриста или прям вот тут почти печать Антихриста, что это, в общем, имеет религиозное значение. Я попросил на своей странице ВКонтакте, чтобы мне объяснили или дали бы ссылки на материалы, объясняющие позицию тех, кто так думает. Мне действительно многие люди ответили и в личных сообщениях, и в комментариях. Предоставили мне очень много материала, и я благодарю всех, кто откликнулся и помог мне в этой теме разобраться. При этом некоторые сторонники вот этих идей мне говорили, что, ну, биометрия – это ещё ничего не самое страшное, а вот чипы, когда будут вот чипы – это самое страшное. Были такие, которые говорили, что и чипы, хотя они страшнее, чем биометрия, всё-таки это не самое главное, а самое главное – это вот замена имени на номер, что вот в этом самая сущность Антихристового дела. И поэтому я решил поговорить и про биометрию, и про чипы, и про имена, и номера, их замену и так далее. Давайте поговорим для начала об именах. Сторонники, разбираемые нами учения, настаивают на том, что если человеку присвоен какой-либо номер со стороны государственной какой-либо системы, то тем самым это означает, что он отрёкся от своего имени и, собственно говоря, уже оказался во власти Антихриста. Что здесь нужно сказать? Само по себе противопоставление имени номеру, оно возможно только уже в новейшее время, когда мы приняли вот эти так называемые арабские цифры, на самом деле индийские. То есть значки особенные, отличные от букв для обозначения цифр. Но ведь так не было изначально, так не было в то время, когда был записан апокалипсис, так не было, когда писали святые отцы, так не было во время жизни наших предков, когда они принимали православие и в греческом языке, и в церковнославянском языке, цифры обозначались буквами. То есть каждая или почти каждая буква одновременно была и цифрой. Поэтому вот эту проблематику, что вместо имени будут цифры, наши предки бы совершенно не поняли. Потому что для них, в принципе, любое имя могло иметь числовой эквивалент. Вот возьмём для примера имя Алексея или Алексий по-церковнославянски. И вот вы видите, какие цифровые значения у каждой буквы этого имени. То есть всё вместе. Это составляет в сумме 273. Это числовой эквивалент данного имени. К греческому, если вы хотите посмотреть Алексеус, это 276. Вот, например, имя Галина. Цифровой эквивалент его именно по славянской системе счисления 93. Ольга 104. Татьяна это уже 663. Близко к 666. И на самом деле Апокалипсис говорит как раз о том, что в рамках этого счисления имя Антихриста будет иметь вот такой числовой эквивалент в сумме 666. В 13 главе Апокалипсиса Евангелист Иоанн прямо говорит, что начертание – это имя зверя или число имени Его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число – это человеческое число его 666. То есть речь не о том, что Антихрист шестёрки будет представлять, а о том, что он будет наносить своё имя, числовой эквивалент которого будет 666. Именно так это понимали ранние христиане. Святитель Ипполит Римский говорит, считается уже, что в этом числе заключено некое имя. Об имени же его, то есть Антихриста, нам не известно ничего более сказанного блаженным Иоанном, который только намекнул на него, скрыв его под видом числа. Но когда явится сам Антихрист, время откроет его имя. Чем больше мы будем гадать про него, тем больше будем сомневаться и ошибаться, так как многие имена соответствуют этому числу. Святой Андрей Кесарийский говорит, что того, о ком это написано, и чьё имя заключает в себе число 666, ищущим откроет время и опыт. Священномученик Ириней Леонский говорит, что его имя будет иметь число 666. И добавляет, что вернее и безопаснее ожидать исполнение пророчества, нежели предполагать и предрекать какие-либо имена, ибо может найтись много имен, заключающих в себе вышеозначенное число. И всё-таки этот вопрос останется нерешённым. Святой Ириней приводит в пример имена Еванфос, Латинос, Титан. Конечно, в том, что касается конкретных имен, это были лишь предположения, но само направление мысли, самопонимание было вполне однозначным. Потому что в древнегреческом языке, на котором писал апостол Иоанн Апокалипсис, не было никаких шестёрок по типу современных, известных нам арабских цифр. Речь вообще была не о шестёрках, не о трёх шестёрках, а о числе 666, для обозначения которого использовались разные буквы. Буква Хи означала 600, буква Кси означала 60, и буква Стигма означала 6. Если мы посмотрим текст Откровения, как это написано на греческом языке, то мы с вами не увидим там подряд три буквы Стигма. Мы увидим как раз вот эти три разных буквы Хи, Кси, Стигма. Откровение говорит вообще-то не о цифрах. Откровение говорит об имени Антихриста и указывает там подсказку, как его можно узнать по его числовому эквиваленту, если смотреть на буквы, как на цифры. Так что вся вот эта проблематика насчёт того, что ни в коем случае цифры и имена не должны заменять, повторюсь, для и древних христиан, и средневековых христиан, и вплоть до недавнего времени, она была абсолютно чужда. Это совершенно новое учение, истоки которого на самом деле на Западе, в США, от госпожи Мария Рэлф, о чём я, впрочем, подробно говорил уже в другом своём видео. И о том, насколько все эти идеи про то, что имя не может быть номером и так далее, чужды предания православной церкви, вы можете понять, если учтёте, что в Римской империи, прежде всего латиноязычные граждане, нередко имели имена, которые являлись номерами. Вот то самое, против чего нас стращают современные борцы со всем электронным. В частности, у римлян были такие имена, как Прим, в переводе первый, Секунд, второй, Терти, третий, Кварт, четвёртый, Квинт, пятый, Секст, шестой, Септимий, седьмой, Октавий, восьмой. И эти имена носили не только язычники, эти имена носили и христиане. И у нас в святцах есть цветы с этими именами, которые являются номерами. И более того, эти имена христианские упоминаются в Священном Писании. Вот, например, апостол-евангелист Лука в книге «Деяния апостольских» пишет, что апостола Павла сопровождали до Асии Сосипатр, веринянин, и из феслоникийцев Аристарх и Секунд. То самое имя, которое является номером. В послании к римлянам апостола Павла в конце мы читаем. «Приветствую вас в Господе и я, Терти, писавший сие послание». То есть, этот сподвижник апостола Павла, который имел имя-номер, Терти, третий, он был в таком доверии апостола, что тот ему доверил даже записать вот это послание, которое стало частью Священного Писания. И далее в том же послании сообщается. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт». Кварт, то есть, четвертое, это опять-таки имя-номер. Все эти имена вы найдете в наших святцах. Так же, как и имя Октавии. Там один из мучеников был с этим именем. То есть, как видите, имя-номер – это вообще не было проблемой для Древней Церкви. И даже для Священного Писания. Даже если мы не говорим про то, что, как я уже ранее сказал, каждое имя могло иметь в глазах древних людей свой цифровой эквивалент. Но и конкретно имена, которые были непосредственными номерами, тоже никого не смущали. Но это касается не только каких-то таких древних времен. Если мы посмотрим на то, что было совсем недавно, в прошлом веке, наши новомученики, попадая в лагеря и тюрьмы, оказывались в ситуации, когда им, как и другим заключенным, присваивались номера. Даже они обязаны были носить бушлаты с этими номерами. Но у кого повернется язык сказать, что они тем самым предали Христа. Наоборот, они были исповедниками и мучениками за Христа. Они были верны Христу до смерти. Как один из комментаторов верно заметил, что Иуда и без всякого номера предал Христа, а новомученики и с номерами оставались верными Христу. И Церковь их прославила, как святых. Здесь нужно сказать и про ту огромную ложь, которую озвучивают сторонники обсуждаемого учения. А именно, что якобы, если ты соглашаешься, если ты не противишься тому, что в государстве где-то записали напротив твоего имени какой-то там номер, что ты тем самым якобы отрекаешься от своего имени, полученного в крещении, и поэтому перестаешь быть христианином. Это просто ложь и абсурд полный. Это говорили про ИННН. Где в подаче документов об ИННН были слова о том, что я отрекаюсь от своего имени? Кто после получения ИННН стал называть себя номером ИННН в обычной жизни или в церкви? Человек и не отрекался нигде от своего имени, получая ИННН. И не прекращал быть называемым по этому имени со стороны всех, кто его окружает, со стороны его коллег по работе, семьи и самое главное в церкви. Когда человек подходит к причастию, он не говорит «Раб Божий ИННН номер такой-то», он называет свое крещенное имя, которого никто не в силах его лишить. Точно так же, как и надпись «СЗК номер такой-то» не лишала имени наших святых новомучеников. Вот эти утверждения о потере имени, о замене имени номером и так далее, это просто не что иное, как наглая и беззастенчивая ложь. Вообще, сама идея, что то, что нам дает или присваивает государство, якобы может изгладить имя, которое мы, как христиане, получили в святом крещении, оно просто кощунственное. Она представляет даже не антихриста, а обычное государство сильнее Христа. Именно это говорят все те, кто заявляет, что якобы получив номер, вы отказались от своего имени, потеряли свое имя, заменили свое имя и так далее. Вот, например, когда императрица Екатерина начала так называемую секуляризацию монастырских земель, священномученик Арсений Муцевич выступил против открыто и даже возгласил ей анафему. За это он был по ее приказу лишен сана, сослан, был в заточении. И более того, она приказала его именовать не иначе, как Андрей Враль. Но, тем не менее, церковь канонизировала его, как Арсения, с его христианским именем. Кто бы нас как ни называл именами или номерами или кличками, это не лишает нас того имени, с которым мы были крещены. Но еще есть одна вещь, которая здесь вызывает недоумение, когда смотришь на позицию тех, кто заявляет номера, ни в коем случае имя на номер нельзя менять, имя переводить в номер нельзя, и все это отречение от Христа, Антихриста и так далее. Все эти люди писали мне об этом в соцсетях. А другие, которые не писали, но которых я просматривал видео, например, или статьи, они пишут об этом на своих сайтах или на своих YouTube-каналах, говорят об этом. И они при этом сами пишут свои имена. Неужели они не знают, что здесь, в интернете, все, что ты пишешь, на самом деле является комбинацией цифр нулей и единичек? Вот так, например, в двоичном коде выглядит имя Галина Царева. Вот так выглядит имя Алексея Добычин. Так выглядит имя Ольга Четверякова. Ну, в общем, можно очень долго продолжать. Я думаю, что вы поняли. Все эти люди, и названные мною, и не названные мною, которые заявляют, что вот якобы ни в коем случае нельзя, чтобы вместо имени было число, они, придя в интернет или даже не заходя в интернет, просто открывая компьютер, и на компьютере, когда они пишут свое имя, они на самом деле пишут вот это. Они на самом деле соглашаются с оцифровкой своего имени, с тем, что оно превращается просто в комбинацию цифр. И эту комбинацию цифр они запускают в глобальную сеть интернет. И при этом считают, что это нормально, здесь все в порядке. Против этого они не борются. Это они не считают принятием антихриста, антихристовой печати, отказом от своего имени и так далее. Мне кажется это и нелогичным, и непоследовательным, и попросту нечестным. И когда я смотрю на все это, то я понимаю, что я не могу принять это, оставаясь православным христианином. Потому что если я соглашусь с этими идеями, то это значит, что мне нужно подкорректировать Священное Писание, убрать оттуда все имена, которые являются номерами, убрать из святцев всех святых, чьи имена были номерами, убрать из святцев новомучеников, потому что они носили на себя бушлаты с номерами зэковскими. Начать пропагандировать учение, которого нет ни у одного древнего святого отца, и при этом лицемерить, подобно проповедникам данного учения. Говоря другим, нет, 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 ни в коем случае, никаких номеров. И при этом приспокойно пользуясь интернетом, который предполагает оцифровку, в том числе и моего имени. Думаю, все здесь понятно, это новое, чуждое православному преданию учение. И относиться к нему нужно соответственно. На самом деле, все эти настойчиво продвигаемые идеи о том, что якобы начертание Антихриста – это будет обязательно цифра, что это все связано с цифрами. Вот даже вы можете посмотреть один из роликов. Вот так он показывает, как будет это все выглядеть. Люди там или с шестерками на лбу, или там со штрих-кодами на лбу. Вот даже эти все картиночки, которые распространяют все эти люди, они вольно или невольно работают на замысел дьявола по переключению внимания людей с имени на цифры. Ведь у апостола Иоанна, как мы видели, вполне определенно сказано, что имя Антихриста будет иметь вот этот числовой эквивалент. Для всех людей того времени было прекрасно понятно, о чем идет речь. И при этом, казалось бы, довольно сложно было бы прийти Антихристу и назваться тем самым именем. Так, чтобы его не опознали сразу же. Но что происходит? Этап первый – появляются отдельные значки для цифр. Так называемые арабские цифры вводятся и становятся повсеместными по всему миру. Происходит разотождествление букв и цифр. По крайней мере, для подавляющего большинства ни православных людей, ни церковных людей. Но в церкви до сих пор употребляются вот те самые буквы, цифры. Если вы посмотрите большинство богослужебной литературы, как она издается, там номера страниц указываются именно церковнославянскими буквами, как цифрами. И церковные люди все это хорошо помнили, для них это все было живо, а именно церковные – это люди и имеют шанс распознать Антихриста по его имени. И тут уже во второй половине XX века происходит второй этап. Когда с запада от американских протестантов приходят и в православном мире очень быстро распространяются идеи про то, что на самом деле все в шестерках, на самом деле все в номерах, на самом деле это все обязательно электроника. Проходит всего пару десятилетий и сейчас у подавляющего большинства, если не практически у всех православных людей, воцерковленных, четко в голове ассоциации, что печать Антихриста будут ставиться шестерки, будут номера, будет электронный концлагерь и все такое прочее. Благодаря вот этим двум шагам дьявола удалось сделать так, что и воцерковленные православные люди, читая Апокалипсис, видят в нем то, что там абсолютно не написано, и при этом не замечают то, что написано прямым текстом. И результат всего этого нетрудно предугадать. Когда придет Антихрист и когда будет предлагаться людям принять начертание его, то вот последователи нынешних борцов, сами они до этого, конечно, не доживут, но идеи их останутся. И вот они будут говорить, послушайте, ну мы же с вами знаем, что печать Антихриста, это должны быть шестерки, штрих-код, чип, а здесь же нас никто не убеждает принимать ни чип, ни штрих-код, ни лазерную метку, ни биометрию, ни какой-либо номер. Просто предлагается написать имя нашего дорогого правителя, который остановил войны, спас наш мир от хаоса и бед, и помог столь многим. Это не печать Антихриста. Потому что благодаря вот этому потоку дезинформации, запущенному дьяволом с запада, все будут верить в то, что печать Антихриста – это шестерки, цифры, чипы, штрих-коды. Все уже забыли про то, что это на самом деле просто имя Антихриста. Вот это и есть, в том числе и это, тайна беззакония, подготовка к происшествию Антихриста. Это не моя идея, не моя придумка. Об этом говорил и носитель Даниил Цесоев. И насколько я помню, митрополит Никопольский Милетий тоже самое говорил. Я оставлю в описании ссылку на его замечательную книгу «Начертание Антихриста в церковном предании». Приведу слова отца Даниила. Сама печать Антихриста, которая описывается в Апокалипсисе в 13 главе, согласно толкованию отцов церкви, это именно вопрос личного договора с Антихристом. И здесь даже вопрос не технических средств. Это ложное направление мысли. Печать ведь можно поставить и обычной ручкой, чем угодно. Потому что суть этой печати не в каких-то технологических средствах, а в том, что человек добровольно переходит на сторону врага. У нас здесь произошла подмена. Причем подмену сделали сектанты. Идея о том, что ННН, биометрические паспорта и вообще паспорта являются печатью Антихриста, исходят из раскольнической среды. А что касается ННН, то эта идея пришла от адвентистов седьмого дня. Именно в 70-х годах одна из адвентистских проповедниц видела некое видение, некий дух ей открыл, что это печать Антихриста. Понимаете, из какого мутного источника все это идет на самом деле? А для чего сатана все это распространяет? Для того, чтобы когда появится реальный Антихрист, то все эти товарищи, которые боятся принимать печать, все благополучно настоящую печать примут. Потому что будут искать печать не там, где она будет. Они будут искать печать в каких-то технических средствах, которые вообще-то Антихристу не нужны. И дьявол хочет людей приучить к тому, чтобы когда придет настоящий враг, они уже не боялись. И как мы видим, все это действительно работает. Те видео, которые посвящены вот этой теме, про электронный концлагерь, 666, чипы, лазерные штрих-коды, все такое прочее. Номера вместо имени, о чем мы сейчас говорим, набирают сотни тысяч, в совокупности миллионы просмотров. Мое видео в лучшем случае наберет там несколько тысяч. Ни я, ни то, что там отца Даниила, вот эти слова. Ни владыки Милетия. Все это уже не будет расслышано в массе. Кто-то, конечно, даст Бог, услышит, но в массе это так и канет, этого так и не услышит. И все так и будут дальше про эти номера говорить. Причем не обязательно плохие люди будут говорить. И хорошие люди тоже доверились от этой идеи и воспроизводят ее. Очень часто ссылаются, например, на разных старцев или священнослужителей. Многие из этих священнослужителей совершенно безвестные или какие-то странные, непонятные люди. Но есть и вполне достойные люди, которые вот эти идеи действительно озвучивали, они в них верили. В частности, старец Паисий Святогорец, которого я лично очень люблю и его наставления в духовной жизни нахожу очень полезными. Но вот он прочитал перевод, греческий перевод, книжек Мэри Релф и поверил в это. Воспроизводил то, что в них написано. При этом мы знаем примеры и святых нашего времени, которые выступали против вот всей этой истерии и против продвигаемого лжеучения. В частности, преподобный Порфирий Ковсоколевит, свидетель описывает. Старец спросил меня, ну расскажи мне, дитя мое, что говорит Геронда Эмилиан о числе 666 и об Антихристе. И речь идет об очень авторитетном, почитаемом старце Эмилиане в Афидисе и губине монастыря Симонопетра. Я ответил, Геронда, он сказал нам на одной из последних общих бесед, чтобы мы не волновались, чтобы мы заботились о том, чтобы иметь живую связь со Христом. Что же касается вопроса об Антихристе, то не следует уделять ему слишком много внимания, потому что в противном случае он, а не Христос, займет центральное место в нашей жизни. Как только я это сказал, старец хлопнул руками по кровати, на которой сидел, и воскликнул. Что ты говоришь, что ты говоришь, дитя мое? Слава тебе, Боже, что я нашел хоть одного духовника, который согласен со мной. Ты знаешь, дитя мое, что эти духовники наделались здесь, в миру. Они этим числом 666 взбудоражили людей, создали целый клубок проблем в семьях, в сознании людей. Люди потеряли сон. Ну что это такое? Христос, дитя мое, не хочет, чтобы все так было. Сказать тебе кое-что? Я ответил, скажите, Геронда. Он сказал, для нас, христиан, если мы живем Христом, не существует Антихриста. Когда мы имеем в себе Христа, может ли прийти Антихрист? Может ли войти какая-либо противоположная сущность в нашу душу? Сейчас мы, дитя мое, не имеем в себе Христа, поэтому и беспокоимся об Антихристе. Христос – это все. Так всегда и говори людям, дитя мое, и мы не боимся его врага. И смотри, вот что я тебе еще скажу. Если бы сейчас пришел сам Антихрист с лазерным прибором и насильно поставил на мне печать 666, я бы не расстраивался. Ты мне скажешь, Геронда, ну разве это не знак Антихриста? Да если бы он написал на мне лазерными лучами и тысячу раз 666 написал нестираемо, я бы не расстраивался. Почему? Потому что, дитя мое, первых мучеников бросали к диким зверям, но они осеняли себя крестным знаменем, и те становились агнцами, их бросали в морскую пучину, они осеняли себя крестным знаменем, и море становилось твердью. Благословенное мое чадо, что мы такое сейчас? Верим ли мы во Христа? Где наше крестное знамение? Зачем же пришел Христос? Не для того ли, чтобы укрепить нашу немощь? Так ты и скажи, Геронде, так говори людям. Мы не боимся ни Антихриста, ни трех шестерок. Также не только старец Порфирий, но и наш российский старец Иоанн Кристианкин вполне определенно говорил. Дорогие мои, как мы поддались в панике потерять свое христианское имя с заменимым номером? Да разве это может случиться в очах Божьих? Разве у тебя же жизнь кто-то забудет себя из своего небесного покровителя в данный момент крестения? У Господа нет понятия о человеке, как о номере. Номер нужен только современной вычислительной технике. Для Господа же нет ничего дороже живой человеческой души. Напечатлением же наслежали сердце и ума, духовную основу нашего единения с Богом. Сыне, дашь мне твое сердце. Душа и сердце, верное Богу, как Бог не отдаст на поправе врагу. При современных технических возможностях может тайно и явно запечатлеть все народы и номерами, и чипами, и печатями. Но они душе человеческой не могут повредить, если не будет сознательного отречения от Христа и сознательного же поклонения врагу Божию. Вот, как видим, вполне согласны единомысленные свидетельства и старца Порфирия, и старца Иоанна, хотя они друг с другом никак не согласовывали это. Но дух, живший в них, это им открывал. Однако же люди могут спросить, ну а вот почему вы предлагаете выбирать именно этих духовников? Вот, допустим, преподобный Паисий Святогориц и отец Кирилл Павлов говорили так, преподобный Порфирий Ковсоколевит и отец Иоанн Кристианкин говорили прямо противоположным образом. Как мы можем определить, кто из них говорил истину? Это не новый вопрос. В церкви об этом уже было сказано издревле, что если возникнет такое разделение, то следовать нужно учению тех, которые говорят согласно с верой святых, живших до них. То, чему верили все, всегда и всюду. Вот идея про невидимую и незаметную печать, которая якобы без воли и без ведома самого человека может на него прославляться и отлучать его от Христа, она не согласна ни с учением древних святых, ни с учением Слова Божия. Как мы помним, апостол Павел говорит, кто ны отлучит от любви Божия? Ни прошлое, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни иная какая тварь. С никакой творения не может отлучить нас от любви Божия. И Господь Иисус Христос говорит про Своих учеников, что никто не похитит их из руки моей. А тут нам предлагают поверить, что антихрист или даже государство может нас похитить без нашей воли, помимо нашей воли, из руки Христовой. Тем, что тайно где-то там в компьютерной системе наше имя заменят на номер, не было такого учения в церкви никогда. И сейчас оно пришло, как я уже говорил, не из православного источника. Так что именно старец Порфирий, старец Иоанн выражает вот это древнее учение церкви с совершенно спокойным отношением к теме вот этих шестерок и так далее. Можно привести здесь слова святителя Анфима Иерусалимского, который говорил. В наше же время, увы, нашлось много тех, кому нечем заняться, кроме как накручивать на эту тему все новые и новые идеи. И воспринятые из не церковного, не православного источника. Та идея, которую мы рассматриваем сейчас, а именно там, что замена имени на номер, как отречение от Христа и так далее, абсолютно не лепится совершенно, не отвечающая учению церковному. В следующем видео я поговорю уже про биометрию и чипы. Вот в той теме уже, скажем так, сложнее, да, там не так все однозначно. Но вот в этой теме про номера вместо имен и так далее, здесь все совершенно однозначно. На этом я данное видео заканчиваю. И уже следующее видео по данной теме будет, как я и сказал, про биометрию и про чипы. Думаю, что там будет много интересного. Продолжение следует...